Ребят, всем привет! Это город Талдыкурган. Здесь собрались все рестораторы практически города Талдыкургана. Хочу заметить и показать вам, что мы все абсолютно соблюдаем дистанцию, все как положено, все в масках, ничего противозаконного мы не делаем. У нас большая проблема. Проблема в том, что нам не дают работать вообще. Каждый раз выходят какие-то новые постановления, говорят, что будут ослабления, а тут же делают какие-то жесткие меры, и они знают, к которым поводят, что мы не работаем. До этого объявили три дня локдауна. На понедельник многие рестораторы просто взяли, закупились продуктов, и в этот же момент нам сказали, что мы не будем работать до 17-го числа. Получается, все продукты пропадают. То есть проблем много, и нас не предупреждают. Нам постановления лично никогда никому, ни одному ресторатору не приносили. Нам все скидывали через WhatsApp или через Instagram. Уважаемые государственные органы, объясните, пожалуйста, с каких пор WhatsApp и Instagram стали официально уведомительной программой для населения, особенно для предпринимателей. Учитывая те моменты, что вы должны каждому индивидуально приносить постановления под подпись. Даже если эти уведомления приходят через какие-то соцсети, и, возможно, через WhatsApp-мессенджер, почему они приходят не вовремя, а в день в день, и мы должны это все терпеть? Еще хотелось бы сказать о логике, например, работают другие города, абсолютно все другие города по тем же нормам, по санитарным нормам и так далее. Почему именно город Талдукурган? На этот вопрос кто может ответить? И почему от одного края города, например, закрывая квадрат какой-либо, они перегоняют просто толпу людей от одного конца в другие, смолы, магнумы и так далее, и люди вынуждены там покупать? Там не сохраняется никакая санитарная норма, там не сохраняется никакая дистанция. То есть вот эти вот вопросы, если бы они ответили, дали бы логический ответ или, возможно, какое-то там законное обоснование, мы бы, наверное, может быть, и меньше говорили бы об этом. Но так как, например, мы видим весь этот абсурд, который происходит вокруг нас, вот мы теперь собираемся и вынуждены вот таким образом выражать свое недовольствие. Каждый раз постановления меняются, то у нас было 30 посадочных мест внутри помещения, мы соблюдали там все санитарные нормы, покупали санитайзеры, маски, перчатки, это большие расходы. Потом сказали, внутри помещения нельзя, только на летних площадках можно. Мы все закупали какие-то столы, оборудовали летние площадки, это все делали, теперь хотят запретить летние площадки. Тем самым вы губите малый бизнес, это вообще все действительно против народа, против предпринимателей получается. Я думаю, надо анализировать такие, и может быть есть какие-то летние площадки, не соответствующие санитарным нормам, можно тогда точечно какие-то закрывать или делать им уведомления. Если мы соответствуем, там есть дистанция, и всем санитарным нормам соответствуем, зачем закрывать такие летние площадки и тем самым топить малый бизнес? Уважаемые владельцы бизнеса, около полугода мы находимся с вами на карантине. С этим, наверное, что-то нужно делать, потому что у нас есть сотрудники, у которых есть семьи, да и у нас самих есть семьи, которые нужно поддерживать. Мы призываем вас не молчать и обратить на эту проблему внимание. Нас много. Я думаю, что если мы будем все вместе, мы обязательно что-нибудь для решим. Уважаемая Кемат СССР, вы выносите постановление, почему вы не думаете о нас, предпринимателях, о тех, кто сидят на аренде. Как нам оплачивать, во-первых, аренду? За время простоя нам никто никакую скидку не делает. Это во-первых. Во-вторых, у многих есть кредиты, взятые под этот бизнес. Кто это будет оплачивать? Почему вы вчера нам обещали послабление карантина, а сегодня меры расточились еще больше? Это издевательство над людьми.